Hello, my friends! Друзья, привет! Приветствую вас на канале Немецкий язык по плейлистам. И мы продолжаем наш плейлист Немецкий язык по формулам. Друзья мои, вперёд, только вперёд! И вот, вы знаете, мы с вами разбирали как раз две очень важные конструкции Das ist, там это, дословно это есть, и я имею. Ich habe. Давайте здесь ведём ещё одну конструкцию, я вижу. Да, как сказать я вижу? Я Их вижу Зе Их Зе И вот новая как раз конструкция, и она относится как раз вот к этому способу образования. То есть, видите, да, в этом уроке мы дополним. То есть, у меня есть, я имею, или же Их Зе мы используем именно как раз то, что нужно вот здесь. То есть, если мужской род, то Айнен, если средний, то Айн, если женский, то Айнэ. Опять же, если это существительное далее, исчисляемое в единственном числе. То есть, то, что мы с вами до этого разбирали. Это очень важный момент. То есть, видите, по факту, что получается? Вот здесь конструкция это что-то использует именитный падеж. Но на самом деле сейчас используются другие формулы. Это то, что мы, короче, сейчас разбираем. И эти формулы, видите, Ихабы, Изе, они требуют не именитный падеж, а акузатив. То есть, именитный падеж кого, что, куда. Но, опять же, повторюсь, мне проще запоминать именно опираясь на эти формулы, то есть, структуры. То есть, я знаю, к примеру, Ихабы или Изе, и вот мы, соответственно, применяем именно вот это. Это реально удобно. То есть, получается, если перейти к этой конструкции, видите, я вижу Ихзе, это называется, видите, акузатив, если так теоретически, как раз это как-то вот назвать кого, что, куда. Но, опять же, мне ближе именно вот запоминать именно так. То есть, я вижу Ихзе, и нужно, соответственно, использовать или это, или Айнен, это мужской род, или же Айн, это средний род, или же Айнен, женский род. И, да, вообще, для, вот, именно знаний, да, для осведомленности в дальнейшем пригодится это акузатив, то есть, кого, что, куда. То есть, именно вот по этой формуле сопрягается, как раз изменяется неправильный артикль. То есть, Ихзе и Айнен, Айнен, то же самое, что Ихэбе, Ихэбе. Ну, хорошо, давайте патрируемся. Я вижу отель. Я вижу. Ихзе отель. Отель среднего рода, поэтому Ихзе и Айн хотель. Ихзе и Айн хотель. Я вижу магазин. Я вижу. Ихзе магазин. Гешефт среднего рода получается Айн гешефт. Ихзе и Айн гешефт. Да, видите, некоторая лексика, некоторые слова уже знакомые, но это специально, чтобы как раз повторить, и также будут еще новые слова, но тоже не... Видите, как раз мы говорим практик, чтобы и те слова не забыть отработать. Ихзе айн гешефт. Я вижу супермаркет. Я вижу. Ихзе супермаркет. Помню, что это мужской род, поэтому, видите, уже будет айнен. Айнен супермаркт. Айнен супермаркт. Ихзе айнен супермаркт. Ихзе айнен супермаркт. Да, видите, важно на самом деле, чтобы так же вы произносили, тренировались, то, что на автомате уже будете произносить. Ихзе айнен супермаркт. Я вижу аэропорт. Я вижу. Ихзе аэропорт. Значит, помню, что это мужского рода, флюхафен. Получается, значит, артика для мужского рода и аэропорт. Айнен флюхафен. Ихзе аэропорт. Аэропорт. Ихзе аэропорт. Видите, еще важный момент следует добавить. В конструкции у меня есть, я имею, мы используем неопроводный артикль. Здесь же, в конструкции я вижу, мы по умолчанию используем именно неопроводный артикль. Если кто знает английский язык, что конструкцию I have я имею, там а или н, то есть всегда нужно говорить именно неопроводный артикль с этой вот конструкцией. Есть такое общее правило I have a, n. Здесь тоже мы используем соответственно именно непроводный артикль. И то же самое, когда мы указываем, это вот эта конструкция, там это что-то. This is опять же здесь тоже используется именно неопроводный артикль по аналогии с немецким. Но кто будет английский дальше изучать, вам будет проще. Что касается я вижу, я вижу, здесь может быть или какой-то конкретный объект, значит этот, тот, или же вообще. В английском обычно используется именно вообще. I see air, I see house, я вижу дом, и так далее. I see house. Здесь также мы по аналогии распространяем тот контекст, что именно вообще, то есть какой-то дом. И здесь тренируем именно пока не определенный артикль. Но, конечно, будет определенный скоро, материал уже заготовлен, вот шаг за шагом просто идем. Итак, получается, видите, здесь здесь. Их зе айнен айн айне акузатив. Кого, что, куда. Ну, вот формула. Их зе айн хотэль. Их зе айн гэшэфт. Их зе айнен супермаркт. Их зе айнен флухаффен. Их зе айн айн айне. Опять же, повторюсь, что здесь именно и существительное, далее идет в числе исчисляемое, то есть существительное, как здесь, видите, можно почитать, там один отель, два отеля, три отеля. Их зе айн хотэль. Их зе айн гэшэфт. Их зе айн супермаркт. Их зе айн флухаффен. Я вижу парк. Я вижу их зе парк мужеского рода, поэтому айнен парк. Аним парк. Их зе аним парк. Их зе аним парк. Я вижу друга. Я вижу их зе друга. Друг мужского рода. Потом также айнен и друга флойнт. Ана флойнт. Опять же, забегая вперед, некоторые говорят, а может быть, что-то конкретное у меня есть? Или, может быть, это что-то конкретное, друзья мои. Это не важно. Такая конструкция, что в этих конструкциях принято говорить именно неправильный артикль. И не важно, там конкретное у меня, там что-то есть, идея или неконкретная. Вот такая формула, поэтому эти формулы нужно применять. И здесь тоже, видите, формула, именно неправильный артикль. Их зе айнен флойнт. Их зе айнен флойнт. Я вижу мужчину. Я вижу. Их зе мужчина мужского рода, поэтому айнен манн. Айнен манн. Их зе айнен манн. Их зе айнен манн. Я вижу женщину. Я вижу. Их зе женщина женского рода, поэтому айнен фрау. Айнен фрау. Их зе айнен фрау. Их зе айнен фрау. Я вижу девочку. девушка девочка это в немецком средний род. Да, видите, я вижу и зе и девушка девочка средний род это нужно запомнить это исключение. И получается средний род получается айн мэтхен айн мэтхен и зе айнен и зе айнен и зе айнен я вижу мальчика даже мальчика юношу в получении как мальчика переводим я вижу их зе мальчика мужского рода здесь мужского рода айнен и мальчика юнен юнен их зе айнен юнен видит транскрипция в помощь то есть не юнген айнен юнен 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 больше как носовая но это не гэ не чисто гэ юнен юнен их зе айнен юнен их зе айнен юнен вот формулы все работают отлично я вижу компьютер я вижу юнен пи юнен дэ компюта мужского рода поэтому айнен люди лейн пи юнен анн компьютер изе анн компьютер я вижу автобус я вижу юнен автобус мужского рода, поэтому einen, видите, здесь немножко по-другому считается, не как в английском, это считается как бус, einen бус, einen бус. Ich sehe einen бус, ich sehe einen бус. Я вижу поезд, я вижу, ich sehe поезд мужского рода, потом опять, видите, также артикль einen, и поезд будет как цук, цук, то есть не г, а к, цук, цук. Транскрипция в помощь, да, это важно. Ich sehe einen цук. Ich sehe einen цук. Ich sehe einen пак. Ich sehe einen Freund. Ich sehe einen Mann. Ich sehe eine Frau. Ich sehe ein Mädchen. Ich sehe einen Jönnen. Ich sehe einen Computer. Ich sehe einen Bus. Ich sehe einen Zug. Ich sehe einen Park. Ich sehe einen Zug. Ich sehe einen Zug. Я вижу машину. Я вижу. Ich sehe машину. Среднего рода. Ich sehe ein Auto. Ich sehe ein Auto. Ich sehe ein Auto. Ich sehe ein Taxi. Ich sehe ein Taxi. Ich sehe ein Taxi. Ich sehe eine Taxi. Я вижу университет, женский род, поэтому Я вижу книгу среднего рода, поэтому Далее уже новые слова. Итак, я вижу стол, я вижу, их, зе, стол, это мужской род, потом айнен, и стол будет тиш, и в транскрипте звук ш, ш, тиш, тиш, их, зе, айнен тиш, их, зе, айнен тиш, я вижу сумку, я вижу, их, зе, сумку, это женский род, поэтому айнен таши, анаташи, их, зе, анаташи, их, зе, анаташи, род, айн кафе, айн кафе, их, зе, айн кафе, их, зе, айн кафе, Видите, здесь носовой звук. Ресторан, ресторан, ресторан. Их, зе, айн ресторан. Их, зе, айн ресторан. Их, зе, айн ресторан. Их, зе, айн е, университет. Их, зе, айн бух. Их, зе, айн тиш. Их, зе, айн е, таши. Их, зе, айн кафе. Их, зе, айн ресторан. И чуть быстрее, пускай сильно будет больше немецкого в уроках. Итак, их, зе, айн ауто. Их, зе, айн такси. Их, зе, айн шуле. Их, зе, айн университет. Их, зе, айн бух. Их, зе, айн тиш. Их, зе, айн аташе. Их, зе, айн кафе. Их, зе, айн ресторан. Теперь давайте разберем похожую конструкцию, когда мы, они и форма зеин. То есть форма видеть. То есть мы видим, они видят, как это сказать. Здесь легко, потому что сам глагол остается как и есть. Он не меняется. Это реально очень легко. То есть мы видим, это будет, wer, зе, айн, они видят, sie, зе, айн. И опять же, видите, используются именно вот эти артикли. Для мужского рода – айн, для среднего – айн и для женского – айне. Видите, здесь еще проще, потому что просто глагол зеин не меняется. Давайте подробуемся и скажем. Мы видим отель. Мы видим, wer зеин, отель, среднего рода, поэтому будет, айн, хотель. Wer зеин, айн, хотель. Вер зеин, айн, хотель. Они видят магазин. Они видят. Зе зеин, магазин, среднего рода, поэтому айн, ги шефт. Зе зеин, айн, ги шефт. Зе зеин, айн, ги шефт. Мы видим супермаркет. Мы видим, wer зеин, супермаркет. Так, вспоминаем, что это мужской род. Поэтому айнен, супермаркет. Айнен супермаркет. Вер зеин, айн супермаркет. Они видят аэропорт. Они видят. Зе зеин аэропорт. Айнен плю. Зе зеин аэн, флях. Зе зеин аэ pлю. Мы видим парк. Мы видим. Мы видим парк, мужской рот, поэтому einen парк. Мы видим парк. Они видят друга. Они видят друга, мужской рот, поэтому einen Freund. Они видят женщину, они видят. Они видят женщину, женский рот, поэтому eine Frau. Sie sehen eine Frau. Как видите, wir sehen, sie sehen. Sie sehen einen мужской рот, ein средний и eine женский. Wir sehen ein Hotel. Sie sehen ein Geschäft. Wir sehen einen Supermarkt. Sie sehen einen Flughafen. Wir sehen einen Park. Sie sehen einen Freund. Wir sehen einen Mann. Sie sehen eine Frau. Wir sehen, sie sehen. Einen, ein, eine. Wir sehen ein Hotel. Sie sehen ein Geschäft. Wir sehen einen Supermarkt. Sie sehen einen Flughafen. Wir sehen einen Park. Sie sehen einen Freund. Wir sehen einen Mann. Wir sehen einen Mann. Sie sehen einen Mann. Мы видим девушку. Мы видим. Wir sehen девушку. Значит, помню, что это средний род, поэтому ein Mädchen. Ein Mädchen. Wir sehen ein Mädchen. Да, если как раз мы с вами посмотрим транскрипт, все видите, здесь идет оглушение. То есть, не D, а T. Mädchen. 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 Wir sehen ein Mädchen. Wir sehen ein Mädchen. Они видят мальчика. Они видят. Sie sehen мальчика. Мужской рот, поэтому einen, юnen. Einen юnen. Sie sehen einen, юnen. Sie sehen einen, юnen. Мы видим компьютер. Мы видим. Wir sehen. Компьютер, мужской рот, поэтому einen, компьютер. Wir sehen einen компьютер. Wir sehen einen компьютер. Они видят автобус. Они видят. Sie sehen автобус, мужского рода, потом einen, босс. Annen bus. Sie sehen einen bus. Sie sehen einen bus. Мы видим, поезд. Мы видим. Wir sehen. Wir sehen. Поезд. Annen zug. Wir sehen einen zug. Wir sehen einen zug. Wir sehen einen zug. Они видят машину. Они видят. Sie sehen машину. Средний рот, поэтому ein auto. Sie sehen einen auto. Sie sehen einen auto. Sie sehen. Далее материал немножко посложнее, но давайте попробуем это сказать. Думаю, у нас получится. Итак, ты видишь такси. Ты видишь такси. Видите? Видеть. Это будет зеин. Зеин. Но мы говорили, что здесь глагол «ты» отклоняется. Сильный глагол отклоняется. И у него, смотрите, раз в лице «ты» меняется. Что меняется? Вот такая форма. Смотрите, ты видишь. Это будет du siehst. Du siehst. То есть, что меняется? Меняется. Это корневая гласная. Э. На что? На. Вот эта комбинация считается как «и». Du siehst. То есть, ты видишь. Да, видите, мы про это говорили. Помните, как раз в первых уроках, что есть глаголы, где есть отклонения. Видите, корневой гласный. И в том числе, видите, данный глагол. То есть, ты видишь. Это будет du siehst. Du siehst. Du siehst. Ты видишь. Например, ты видишь такси. Du siehst. Такси – средний род. Ein такси. Du siehst ein такси. Du siehst ein такси. Мы здесь, в этом уроке, тренируем именно на du, ты, потому что очень часто реально мы говорим на ты. Там ты что-то делаешь, и в том числе задаем вопросы. И вот сейчас мы как раз проходим этап, который поможет нам совсем скоро задавать вопросы на ты. Ты видишь. Но вначале давайте как раз тренируемся в утверждение. Du siehst. Du siehst ein такси. Далее. Ты видишь. Школу. Ты видишь. Du siehst. Школу. Школа. Женского рода, поэтому eine Schule. Eine Schule. Du siehst eine Schule. Du siehst eine Schule. Ты видишь. Ты видишь университет. Ты видишь. Du siehst. Университет. Женского рода, поэтому eine университет. Du siehst eine университет. Du siehst eine университет. Wir sehen ein Mädchen. Sie sehen einen Jungen. Wir sehen einen Computer. Sie sehen einen Bus. Wir sehen einen Zug. Sie sehen ein Auto. Sie sehen. Du siehst. Du siehst ein Taxi. Du siehst eine Schule. Du siehst eine университет. Ich meine. Wir sehen ein Mädchen. Sie sehen einen Jungen. Wir sehen einen Computer. Sie sehen einen Bus. Wir sehen einen Zug. Sie sehen ein Auto. Sie sehen. Du siehst ein Taxi. Du siehst eine Schule. Du siehst eine университет. Да, видите, мы говорили, что здесь отклоняется корневая гласная. Если ты, du, то форма siehst. Du siehst. И, соответственно, или einen, мужской род, или ein, средний, или eine, женский. Да, видите, когда мы с вами как раз скопировали формулу, а первоначальная формула у нас была как раз я вижу, если вы помните. Видите, sie, 22.1, да, когда мы копировали, да, нужно будет внимательно, конечно, это уже вторая формула, то есть мы вывели как вторую формулу, и это уже в этом, соответственно, вот уроке на этом слайде, это третья, получается 22.3. Du siehst. Du siehst einen, ein, eine. Итак, скажем. Ты видишь книгу. Ты видишь. Du siehst книгу. Книга среднего рода, поэтому ein Buch. Du siehst ein Buch. Du siehst ein Buch. Ты видишь стол. Ты видишь. Du siehst. Стол. У мужского рода, поэтому einen Tisch. Einen Tisch. Du siehst einen Tisch. Du siehst einen Tisch. Ты видишь сумку. Ты видишь. Du siehst. Сумка женского рода, поэтому eine Tasche. Eine Tasche. Du siehst eine Tasche. Du siehst eine Tasche. Знаете, друзья мои, на самом деле это очень частые слова, и приятно, в том числе, когда вообще слушаешь там, или смотришь фильмы на немецком языке, в том числе улавливать эти слова, которые действительно частотные, там, Tasche и многие другие. Это реально то, что используется, я в уроке стараюсь как раз это дать. Du siehst eine Tasche. Du siehst eine Tasche. Ты видишь кафе. Ты видишь. Du siehst. Кафе. Это средний род, поэтому ein. Café. Ein Café. Du siehst ein Café. Du siehst ein Café. Ты видишь ресторан. Ты видишь. Du siehst. Ресторан. Это средний род, поэтому ein. Restaurant. Ein Restaurant. Du siehst ein Restaurant. Du siehst ein Restaurant. Du siehst ein Restaurant. Du siehst ein Restaurant. Sehen. Видите, меняется. Здесь корневая гласная. Du siehst einen, ein, eine. Du siehst ein Buch. Du siehst einen Tisch. Du siehst eine Tasche. Du siehst ein Café. Du siehst ein Restaurant. Du siehst ein Restaurant. Sehen. Du siehst einen, ein, eine. Du siehst ein Buch. Du siehst einen Tisch. Du siehst eine Tasche. Du siehst ein Café. Du siehst ein Restaurant. Друзья, вот такая интенсивнейшая, mega интенсивнейшая практика. Vielen Dank, meine Freunde. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.